всем привет дорогие друзья еще раз с новым годом уже наверное тысяч пятый раз я повторяю это поздравление потому что так принято на ютюбе что каждое новое видео в течение где-то первых нескольких дней после наступления нового года все поздравляют друг друга с новым годом потому что не все смотрят все видео в общем если кто-то пропустил мое поздравление то еще раз всех поздравляю с новым годом сегодня у нас видео по хвостушке как это называется на ютюбе опять же это мои покупки на боксинг-дэй что означает день распродаж боксинг-дэй он называется в связи с тем что типа все так дерутся за за вещи чтобы их приобрести что прямо вот дерутся прямо вот как делают бокс друг с другом по моему это пошло из англии я не уверена что это канадское выражение что это канадский канадская так сказать ноу-хау но я слышала что в англии тоже есть боксинг-дэй в америке нету такого дела вот в остальной европе тоже не скажу не знаю но в канаде это большой праздник и я как вам уже рассказывала значит у нас тоже есть black friday и мы как бы тоже совершаем покупки на black friday но боксинг-дэй это наше национальное так сказать достижение если кто первый раз на моем канале то я живу в канаде в провинции онтарио пригороде города торонто и сейчас я буду показывать что я купила хвастаться рассказывать и первая вещь уже на мне значит купила кстати очень много всего длинная первая вещь на мне это такой свитер в h&m я купила его значит если вам плохо видно то я вам поближе покажу что вот он весь и даже все равно это не видно видите он такой с легким блеском жалко что это не видно потому что он не просто белый свитер он такой немножко с таким чуть-чуть люрексом ну совсем чуть-чуть как все у него очень длинные для меня рукава и вообще он довольно длинный но я такой люблю особенно если учесть что вот какими-то узкими такими вот типа брючками кожаными или с чем-то вот его так надеть и очень классно рукава может так конечно оставить очень многие носят и сейчас вообще очень модно вот эти вот длинные какие-то безумные рукава как у петрушки но мне не удобно некомфортно и поэтому я просто вот заворачиваю в такой широкий отворот или можно знаете есть такой способ ой надо было мне захватить вам сейчас показать и принести наверное сейчас это сделаю сейчас подождите минуточку я думаю что все знают этот трюк берете вот такую вот обычную резинку для волос или такую или обычную я люблю больше такие потому что они не жмут они не сжимают руку надевайте ее сверху на что угодно это может быть жакет это может быть свитер это может быть платье на все что у вас на все что у вас длинный рукав и вот так вот в каком-нибудь таком не очень виденном месте где-то на уровне локтя в общем чтобы вам было комфортно и удобно поднимаете рукав под эту резинку можно сделать так можно сделать это как бы несколько слоев не совсем чтобы это было не совсем вот так вот обвязь что у вас надета резинка вот как-то вот так в общем как-то не очень хорошо получилось в данном варианте но как-то с этим свитером не очень хорошо но я сейчас делаю с жакетами с платьями когда у меня очень длинные рукава не всегда можно вот так вот завернуть и сделать такой вот большой манжет иногда это некрасиво короче вот такой вот свитер я купила значит весь фессия чем им у нас была скидка 30 процентов с цены на этикетки я вам потом покажу когда его сниму на один что-то другой в чем-то в как это работает вот у нас в очень многих магазинах было в этом году ну и всегда на боксиндей такая такая история что просто написано на входе в магазин что вы можете купить вещи и любая цена вы должны еще снять 30 процентов с того что написано на ценнике то есть если это вещь на селе как вот это было нас продажи то плюс еще плюс еще 30 процентов скидка ой или 25 я точно не помню но в общем прошлые годы кстати я хочу сказать я вам покажу вещи там из банана репаблик есть у нас такой магазин прошлые годы там всегда была скидка 60 процентов экстра со всех цен которые стоят на этикетке а в этом году 30 и в чене вам было 325 я точно не помню обычно там что не писал понимаете в общем как то все так все стало не так радостно весело и красиво но тем не менее вещи довольно дешевые накупили мы их много сейчас я вам покажу этикетку переоденусь и покажу сколько скажу сколько он стоил и сколько я заплатила если вам интересно конечно так получается что я не помню цен поэтому я вам буду показывать показывать цену на то что я примерил до этого на следующие вещи значит получается так это размер медиум был кстати довольно объемный стоил этот свитер а 60 долларов представляете вот так вот видно что он с лирексом до 60 долларов на скидке он стоил 30 из него были 25 или 30 процентов скидка еще экстра то есть он получался где-то это долларов 20 он стоил ну что я считаю дешево хорош такой красивый даже в общем где-то немножко нарядный к сожалению на видео это не видно я постараюсь сильно не затягивать не хочу что было очень длинное видео на как бы вступление получилось длинно потому что я объясняла что к чему на мне следующий свитер тоже из вечернем и поезд уже изучены он довольно длинный принципе его можно носить как платье ну я надела вот так вот его с с этими с кожаными своими брюками и сейчас пояс сниму покажу что его можно носить как платье очень широкий очень объемный очень большой купила за цвет страстно люблю обожать зеленый цвет и поэтому вот дела пояс стоил целых 3 доллара при том что стоил когда-то 25 ничего себе за клеенка 25 долларов эти набрехнулись наверное купила еще один поиск тоже за 3 доллара кожаный тоже сейчас покажу и он вот такой год длины то в принципе его можно с черными каким-то пальцами носить вполне как с черными таким плотными колготками носить как платье он очень широкий классный мне очень это нравится я люблю такие вещи большие удобные просторные в них хорошо их можно вот его нужно носить как свитер можно носить как платье так следующая вещь так зеленый свитер стоил когда я перестану начинать каждый кусок своего видео со слова так этим страдают многие блогеры я хочу сказать это сильно болезни проблема значит это был размер large стоил он 40 долларов на селе 20 и еще 30 процентов значит это в общем посчитайте дешево он был очень недорогой очень красиво цвета за состав я вам так скажу как там где будет что-то интересное в составе я вам расскажу все это полиэстер а когда будет кстати я купила одну вещь кашемировая но не вичины и вичины я купила несколько вещей с очень хорошим составом там шерсть махер и совсем чуть-чуть полиэстера то есть как бы вполне себе такие хорошие вещи но это полиэстер но очень красивый цвет удобный широкая такая кофта я ношу полиэстер для меня это вообще не проблема абсолютно я в нем не потею не чешусь не я не знаю но есть люди которые не переносит полиэстер никто ли аллергия то ли просто не знаю не любят они этот ткани в нем жарко него потеет я не знаю я я блин чистую шерсть для меня эта проблема я она меня так колит и чешет ну зависит от качества конечно но полиэстер с полиэстером я никогда не было никаких проблем и прекрасно стирается не вытягивается ничего я не знаю почему люди так относятся к полиэстеру какому-то дешевому барахлу то есть принципе да он недорогой но по качеству по носке у меня как раз есть несколько шерстяных чисто шерстяных свитеров которые после там трех раз носки скатались просто в дрым понимаете а вот полиэстер носишь годами ничего с ним не происходит следующая вещь тоже полиэстер ужасный великий ужасный полиэстер это платье но я оставила его со своими кожными этими леггинсами в принципе потому что ну чтобы вы понимали тут может быть черные колготки могут быть бежевые могут быть высокие сапоги может быть пояс а давайте я вообще вот кстати второй пояс который я приобрела в очень чистая кожа 3 доллара я за него заплатила а стоил он не помню здесь нет цены но написано что это чистая кожа размер large и на свитер это хорошо потому что large он как бы побольше будет хотя видите он не так даже на свитер я бы сказала что он бы мог быть немножко поменьше этот пояс но если был бы видим но не было видите за 3 доллара кожаный пояс конечно не забрали до меня ну в общем мы не обязательно подпоясывать я просто вам показываю потому что во первых хочу показать как выглядит этот пояс симпатичный такой бежевый может он не самый лучший цвет на этом сером в общем такой вот платье просто такое длинное платье в рубчик такая ткань и сколько он стоил не знаю когда надену следующую вещь что вам покажу посмотрю сама на цену и покажу вам прическу я своему разрушила после первого же переодевания потому что когда вы начинаете снимать девять свитера то все что вы там пытались соорудить себя на голове она все становится просто вы похоже становится похоже на сток сена всяком случае мои мои волосы это сто процентов поэтому вот ну вот такой вот вот такой вот платье мне нравится любит такие вещи удобно надела пошел что называется цвет хороший базовый качество приятное мягенькое такое не знаю ничего не колит ничего нигде ничего в общем вот такой платье так значит свитер стоил мне это был размер медиум стоил двадцать четыре доллара минус 30 процентов это где-то долларов 20 он тоже стоил я очень долго считаю я плохой математикой просьба встретила что мне кажется что я очень длинно будет очень длинное видео следующая тоже кофточка такая шерстяная вязаная из тоже и чины сразу скажу что она стоила 17 долларов на селе уже и минус 30 процентов то есть она вообще получалось в общем долларов там 12 посчитайте девочки я сейчас не соображать красивый обалденно красивый цвет обалденно красивый вырез это размер large по-моему я прям себя в ней чувствую такая тру-ля-ля красной помаде которая нам не просто супер очень люблю такие вот знаете такая вещь вроде просто свитерок вроде да вы понимаете да еще какой-нибудь красивое жрелье или вот серьги как у меня длинные есть ничего не надевать сюда то это вполне может сойти за такое в общем ну во всяком случае куда-нибудь выйти с мужем в бар там посидеть красиво очень даже мне понравилось она именно своим вот таким красивым этот вырез очень люблю очень красиво и очень выглядит ну в общем красиво вот такой очень красивый свитер я купила тоже вы чины значит я хочу показать вам поближе у него красивая вязка вообще может быть я не очень хорошо себя снимаю потому что я так далеко стою и вы не очень видите как вещь выглядит например вот этот красный красная кофточка она тоже такая видите вязаная была в рубчик вот такая вот у меня интересный такой вот интересный рисунок вот может быть я все-таки покажу в этом поближе когда сниму короче значит что с этим свитером 35 процентов шерсть 35 процентов альпака это 70 получается 70 процентов очень натуральных натуральных тканей и 30 процентов плейстер ну 70 процентов у вас фактически альпака шерстью стоил он он не был на селе их много вообще было в h&m потому что вот эти вот вещи такие знаете рендом с села а это вот он просто в коллекции сейчас висит и он стоит 40 долларов без всяких распродаж и плюс как все в магазине на него было двадцать пять или тридцать процентов скидка то есть он получался тоже довольно недорогой где-то порядка там меньше 30 долларов при таком составе вы знаете это совсем совсем неплохо он очень красивый я вам сейчас наверно когда буду пока следующий покажу поближе потому что так не очень видно не очень понятно ну вот такой вот прекрасный замечательный свитерок смотрите вот хотел вам показать как он красиво связан этот свитер девочки вязальщица вы оцените наверное у него есть как бы такие дырочки здесь можно вниз на диск какой то то он довольно теплый он пушистый и вот такая вот красивая у него красивая красивая вязка очень красиво красиво связан и оригинальные не просто какой-то свитер знаете такой гладенький а вот такой вот с очень интересной вязкой так следующий свитер я тоже с и зачем им стою я в нем это не свитер это кардиган просто шикарный он не ужасно нравится вот такие вот безумные у него конечно проймы рукава с ним будет проблема надевать его под какой-то пальто ну в принципе я думаю что его можно носить вот просто как осенью или весной как верхний такой кардиган без ничего хотя я хочу сказать у меня есть несколько пальто в который вполне влезет вот это вот это вот пройма то есть запросто у них там тоже такой приходит начинать от талии что в нем красиво во первых он красивый вы видите да вязка очень красиво оригинальная очень симпатичный рукав вот такой вот немножко другой вязки сделано 30 процентов альпака 20 процентов шерсть и то есть это 50 процентов и 50 процентов полиэстер кстати вот этот свитер вот этот он был размер extra large то чтобы вы понимали вот этот не помню потом скажу но что в нем значит он стоил 75 долларов на селе он был за 40 и минус еще 30 процентов это получается что он то есть он альпакой половины половина полиэстер по моему это медиум но вот мне знаете что странно что оригинально его цена была 75 долларов а вот этот свитер при даже более как лучшем составе в оригинальной цена была 40 вот я вам сейчас покажу что он не был ни на селе ничего вот видите он был вот видите extra large размер 30 дети 7 видно 39 99 40 долларов а эта кофта стоила 75 до распродажи до села но она классная она такая красивая я сначала подумал о эти рукава это так неудобно потом я подумала нет я стать такой состав шикарный и она красиво выглядит я еще не оставлю и по моему закончили свечены это было только первая часть моего показа так что девочки приготовьтесь продолжение следует в этом